Дорогая Церковь, братья и сестры, и я также желаю, как брат Анатолий сказал в начале всех вас, еще раз и еще раз поздравить с этим светлым, прекрасным праздником. Христос воскрес! Христос воскрес, Церковь! Христос воскрес! Занимайте места! Слава Господу, что мы в таком живом духе, в хорошем духе мы восклицаем своими устами, и я просто верю, наши сердца радуются. Правда, друзья? Аллилуйя! Когда на улице весна, когда начинают расцветать эти почки, немножко солнышко пригрело, я замечаю, друзья, я люблю природу, которую Господь сотворил, особенно, и наблюдаю, только солнышко засветило, и начинается оживать все. Листочки с земли пробираются, знаете, друзья мои, а Христос есть в Солнце правды. Аллилуйя, Церковь! И Он сказал, что я вчера, сегодня и как? И вовеки! Аллилуйя, Церковь Ему! Он достоин хвалы! Он живой! Слава Ему! Дорогие мои, вы знаете, Христос – надежда христиан, помните, да? Всех континентов и что? И всех стран! И уже 2013 лет Он ведет свой искупленный народ. Слава Господу, скажем! Ибо мы спасенные, мы омытые кровью Его, друзья мои, дорогие братья и сестры, как это ценно! Сегодня люди имеют миллионы, миллиарды, а покоя нету. Вы знаете, друзья, кризис потеряли много, мечутся и не знают, что делать дальше, как будет. А мы знаем Господа, друзья. Великое приобретение – что? Быть благочестивым и довольным. Ни деньги, ни богатство – это хорошо, все на своем месте. Но, друзья, душа, она ищет хлеба. Помните, есть такой прекрасный псалом? Душа, как птица, ищет хлеба. А этот хлеб кто? Великий Бог! «Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». И мы с вами знаем эту дорогу. Эта дорога есть наш Господь, друзья мои, дорогие братья и сестры. Это весьма прекрасно, это чудесно. Где Иисус, там радостью все дышит, друзья мои. Там, где Господь царствует, там, где Господь пребывает, там радостью все дышит. Муж Божий, скажите, я вам скажу, а вы мне скажете, кто это? Я просто хочу вопрос задать. Один муж Божий, он сказал, для меня жизнь – Христос. А смерть что? Вы помните этого мужа? Павел, некогда, говорит, я был изверг, гнал церковь. Я не знал Господа, но такие чудные, дивные обстоятельства в жизни. Бог видел и глубину сердца этого мужа. Он знал его ревность по Господу. И он пришел к нему и встретился лицом к лицу. Вы помните, это была невероятная встреча. И она была с большим и великим результатом. Апостол Павел впоследствии стал великим свидетелем, друзья, Евангелия Христова. Аллилуйя! Вы знаете, этот мир ничего не спасет. Его спасет Евангелие Иисуса Христа. Мир идет ко своему концу. Мы видим, как падает мораль. Мы видим все, что случается сегодня. Люди просто делают и обновляют оружие, чтобы убивать друг друга. Но Бог, друзья мои, не намерен этого. Друзья мои, когда создавал мир, Он сказал, поладитесь и размножайтесь. Живите и радуйтесь. Смотрите на природу, на эти рыбы, на эти птицы, на это солнце и луну, которое я сотворил для вас, сыны человеческие. О, церковь! Мы знаем его. Давайте скажем, аллилуйя тебе, Господь! Друзья мои, Бог достоин. Я понимаю, что, может, трудности. Может быть, мы тяжело сегодня работали, не хватает силы. Но найдем эти силы в себе и прославим того, кто есть солнце правды. Тот, кто пришел для нас. Друзья, Бог возлюбил этот мир не зря, евангелисты. И весь христианский мир говорит, что это золотой стих. На этом стихе весь мир, друзья мои, Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите? Отдал Своего Сына, дабы всякий верующий в Него, что? Не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие мои, и мы отмечали эти события. Это была Пасха. А что такое Пасха? Это наш Господь Иисус Христос, заклонный за нас с вами. Аллилуйя, братья и сестры. Мне недавно приходилось быть среди сыновей Израилевых. Это уже христианские, мессианские евреи, которые отмечают, друзья мои, Пасху. Говорят о Христе, те, которые приняли Христа. Дорогие мои, и они вспоминали с опресноками. Они как-то показывали, это было все накрыто из столы и говорили о том. И как бы хотелось в это время говорить о Христе распятом, воскресшем и вновь грядущем. Аллилуйя, друзья мои. Тот, кто пролил свою кровь за нас с вами, кто отдал себя, чтобы ты и я имел жизнь вечную. Друзья мои, апостол Павел во второй главе, вторым стихом говорит такие слова. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Дорогие мои, вы слышите? Он отдал себя добровольно на голговские страдания, на эти терзания на голговском Христе. И еще перед этими страданиями, друзья мои, когда его мучили, когда он был бит этими жестокими римскими солдатами. Друзья мои, плевали в лицо его. Дорогие мои, я недавно слушал рассказ одного брата. Друзья мои, одна сестра, миссионерка, он рассказывает. Этот брат, пример я провожу по ходу этой проповеди. Она закончила колледж, она была магист богословия, и кто-то ее укорил, обидел. Она пришла такая ко мне, говорит, вся расстроенная. И говорит, один старец, брат, говорит, ну и что? Сестра, кто-то плюнул на тебя, вспомни Спасителя. Что делали с ним, друзья? Мы не можем выдержать ближнего своего порою. А Христос все это пережил. Друзья мои, я не знаю, как бы я поступил или ты, когда ближний иногда обижает нас. Может быть, что-то говорит в укор, но а Спаситель наш ни за что, буквально ни за что был вознесен на этот Голговский крест. А воочи, представляя эту картину страданий, друзья мои, он понес это. Ему сплели этот черновый венец и поставили на его голову и сказали про реки, кто ударил. Его пронзили копьем, друзья, и истекала кровь из него. Вместо воды ему уксус подали. Дорогая церковь, за нас с вами. Некогда чужие. А теперь кто? Друзья. Близкими мы стали. К чем, друзья? Кровью Христа. Я никогда этих братьев, может, и не видел. Ко мне приезжал друг буквально, может, час назад отъехал. Он сам из Белоруссии. Мы в свое время молодости были миссионерами в Сибири и на Дальнем Востоке. Никогда не знал я его. У него свои традиции, привычки. Родство я не знал, друзья, но кровь Христа сроднила нас. И мы раздавали Евангелие там, в Сибири, в России. Мы трудились и проповедовали. Хорошие друзья, мы созваниваемся. У него какие-то переживания, он звонит мне, у меня какие-то. Мы молимся вместе. Некогда чужие. А теперь кто? Скажите громко, друзья. Мы друзья. Близкие мы стали. Кровью Христа. Бог соединил и сделал нас церковью Своею. Дорогие мои, как это дорого. И вы слышите, как сказал Павел. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа. И при том как распятого. Он достоин, друзья мои, наш Спаситель. Его обетование весьма велико, друзья. И как брат Анатолий уже говорил эти слова. Это Матфея 11 глава. «Придите ко мне, все труждающие и бремененные. И я, — говорит, — Господь, успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем. И найдёте что? Покой душам вашим. Ибо ибо моё благо и бремя моё легко». Дорогая церковь, где ещё можно сегодня в этом мире найти что-то подобное? Такие чудные слова наш Спаситель сказал для тебя и меня. В этом греховном мире выжить очень тяжело. Дорогие мои, но только Христос, как апостол Павел сказал для меня жизнь, что? Христос. Как это важно сегодня, чтобы не только приходя в собрание, но и уходя в домы наши, мы находили время для Христа, преклоняясь к своей колени, обращаться к Нему в молитве, утром вставая от нашего сна, воздать славу нашему Господу в молитве. Церковь, делаем ли мы сегодня это? Может, не хватает времени, и мы говорим, я работаю, мне не хватает времени, я очень занятый, но для этого нет оправдания. Я однажды посещал одну церковь, друзья, и я видел молодых бизнесменов. Они зарабатывают деньги очень много. Но вы знаете, такие руки набитые, мозоли, с ними жены рядом, они одеты и в первых рядах с Библией, и еще записная книжечка. Пастыр или проповедник проповедует, а не записывают. Блажен тот человек, который оставляет все, бадишап, или какую-то констракшн ворк, и он приходит сюда, чтобы воздать славу Господу. Скажите Аминь, церковь. Если вы так верите, если вы так понимаете, молодые люди, сегодня очень озабочены, нужно платить, нужно покупать машины дорогие, дома. Друзья мои, это все хорошо, и это на своем месте. Но для меня жизнь Христос, друзья мои, как это важно. И сегодня я хочу сказать и поощрить вас, друзья, кто пришел в этот рабочий день. Этот четверг нашел время для молитвы. Я вижу молодые люди, я вижу пожилые люди. Я скажу, друзья мои, что это очень приятно пред лицом Господа. Дорогие мои, ведь мы не знаем, что будет завтра, не так ли? Я вижу молодые родители с детьми на колясочки пришли, издалека, может, приехали, чтобы прославить имя Господа. Да будет имя Бога благословенно. И я с этого места благословляю вас именем Бога Всевышнего, чтобы вы уходили в домы ваши, благословенны были, и ваши работы, ваши бизнеса были благословенны самим Господом, потому что вы нашли время, чтобы прийти сюда, в храм Божий, и прославить великого Бога. Аллилуйя, церковь, как это важно. На имя Его будут уповать кто? Народы. Дорогие мои, народы на имя Его будут уповать. Я буквально вчера вечером слушал передачу. Это один из братьев из Узбекистана, старший служитель. Он говорил о том, что в Узбекистане церковь в Самарканде есть около тысячи людей. Говорит, 10 человек это русско-говорящие белые люди, а все остальные это азиаты, это арабы, это турки, месхитинцы. Они пришли к Господу, они приняли Господа, оставили, знаете, мусульманский этот свой мир и пришли ко Христу. Это Слово Божие исполняется. Аллилуйя, церковь. И вы знаете, этот брат рассказывал, он является служителем, он уже Узбек. Говорит, поймали его дочь и стали, узнали, что он верующий служитель. Издевались над ней. Говорит, у этого брата еще три дочери. Он говорит, брат, уезжай. Он говорит, нет, не уеду. Я буду страдать, я буду идти за Господом, ибо это хорошо и угодно. Вы слышите, друзья мои, вера этих людей? Вы слышите, какую веру они имеют, приходя к Господу? И я буду надеяться, я буду уповать, этот брат, говорит, на Господа. И никогда, никогда не оставлю этот путь. Евангелие Иоанна, 11 глава, 25 стих. Иисус сказал ей, я есть им воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, то что? Аллилуйя. Давайте скажем громче, это слово очень приятно, друзья мои. Что? Оживет. Аллилуйя. Веруешь ли, брат? Это обетование Господа. Аминь. Спасибо. Это великое обетование Господа. Дорогие мои, оживем, оживем, друзья мои, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Друзья мои, аллилуйя, церковь. Это очень сильное слово. И веришь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Аллилуйя, друзья мои. Такого Господа имеешь ты и я. Такого Господа мы имеем с вами, друзья. И за таким Господом мы сегодня с вами следуем. Это великая радость. 14 глава Иоанна Иисус сказал 6 стих. Иисус сказал ему, я есть всем путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь, церковь. Имя Иисуса мы должны превозносить. Имя Иисуса, дорогие мои, мы должны призывать на всяком месте. Потому что кровь его, пролитая на Голгофском христе, она сильна освобождать, очищать от грехов наших, от беззаконий наших. Вспомните, друзья мои, книгу пророка Исаии. 53-я книга, о чем была сказана этим пророком еще за 700 лет до рождения Сына Божьего. Но, дорогая церковь, мы сегодня знаем Господа. И Он нам оставил это великое обетование, Романо Фраус Глория. Он достоин славы. Как хочется уже молиться, преклонять свои колени и благодарить Его, потому что Он достоин хвалы. И в это время, когда весна, когда все распускается, мы в это время, друзья мои, празднуем этот великий праздник победы нашего Господа на Голгофском христе. Он отдал Себя добровольно. Он взошел на этот крест, чтобы весь мир, слышите, пришел к Нему и склонился у ног Его. Аллилуйя! Ибо всякий приходящий Господу, Он будет иметь жизнь и жизнь с избытком. Друзья мои, как это сегодня хорошо. Жизнь человека очень хрупкая, очень быстро ломается. Человек болеет, друзья мои, и быстро-быстро уходит с этой земли. Смотрите, какие эти годы наши, друзья, на этой земле. Мы переживаем, мы болеем, мы страдаем. Дорогие мои, но во Христе, Господе нашим, есть другая жизнь. Жизнь, как мы прочитали с вами, жизнь вечная. Аллилуйя, церковь. Будем идти за нашим Господом. Не будем унымать, друзья мои, потому что Он есть. Первое послание апостола Иоанна Богослова, 2 глава, 2 стих. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, и за грехи всего мира. Слышите, церковь? Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Иоанн пишет во 2 главе, 2 стихом, такие слова. Он, прибежище наше. Милость, мир и любовь, да умножится, друзья, в сердцах наших. Потому что Господь наш, Спаситель и Господь, который пришел в этот мир, друзья мои, чтобы я имел жизнь. Я пришел к Господу, друзья мои. Я помню, когда мать молилась, когда она говорила с отцом мне. Я жил, как все. Но пришло время испытаний. Пришло время трудностей. И как она учила меня, я вспомнил то время. Я стал преклонять свои колени и просить милости у Господа. И я видел Его руку над собою. Я видел Его пронзенную руку и милость, друзья мои. Я своими очами пережил, друзья мои, эту встречу с Господом. И Он, друзья мои, не оставил меня в моих больших трудностях. Послание к Кримлянам, 5 глава. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Через кого? Через Господа нашего, Иисуса Христа. Через Которую верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежды славы Божией. Вы слышите, друзья мои, через Которую верою мы получили доступ к той благодати. Друзья мои, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа. Аллилуйя, скажем, церковь. Потому что это есть великое обетование. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы ты и я имел жизнь вечную. Я благодарю Господа, друзья мои, я благодарю за этот путь, который Он открыл мне. Я повторяю еще раз, ничто иное, только Святое Евангелие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа может спасти этот мир. Друзья, если бы человечество, если бы власть имеющая обратились к Евангелию, обратились к Слову Божьему, друзья мои, и стали жить по этому, все бы изменилось. Но, увы, не так сегодня. Мы видим, что Слово Божие исполняется. Божье Слово говорит о том, что горе вам, живущие на земле, ибо к вам сошел сатана в великой ярости. Этот враг, душ человеческий, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но у нас с вами есть надежда, церковь, аллилуйя. У нас есть распятый, у нас есть воскресший, и у нас есть вновь грядущий. Слава Ему вовеки. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Иисуса Христа. Дорогие мои, как это важно, как это хорошо. Шестая глава, послание к римлянам. С первого стиха будем читать такие слова. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как? Христос воскрес. Слышите, друзья? Это время, когда мы празднуем, когда мы продолжаем говорить друг другу, Христос воскрес. Друзья мои, такие слова говорят, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и у Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Аллилуйя, церковь! Слава нашему Господу! Будем веровать. Что нам остается с вами? Нам остается ходить, исполнять Слово Его, ходить пред лицом Его свято. Слово Божье говорит, будьте святы. Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Говорит Господь, это сегодня важно, идти за Господом, следовать за Господом, может быть, ты чувствуешь себя одиноким, призови имя Господа. Обратись к Ему святому престолу, друзья мои, наш Господь, Он восседает пред Отцом и ходатайствует. Слово Божье говорит об этом. Он предстоит пред Отцом и ходатайствует за каждого, за каждого из нас, друзья мои, наши имена, друзья мои, написаны кровью Агнца на дланях Его. А воочи каждого имя, каждый приходящий, призывающий, устами своими, исповедующим Господа, Спасителя мира, будет иметь жизнь. Аллилуйя! И жизнь вечную. Слава нашему Господу! Друзья мои, продолжаем читать 6 главу. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Аминь, церковь! Давайте громче. Аминь, скажем! Он не умирает. Друзья мои, смерть уже не имеет над ним власти. Аллилуйя, друзья мои, потому что Он победил смерть. Он воскрес, и Он явился, друзья мои, своим братьям, апостолам, нашим братьям, ученикам, друзья мои. Он пришел и явил себя этому миру. Дорогие мои, те, кто желали смерти, они постыжены. Они умерли, их нету. Но гробница нашего Господа, она пуста, аллилуйя. И среди нас есть те люди, которые посетили, недавно были наши служители, они рассказывали и рассказывают нам о том, что гробница пуста. Дорогие мои, Он воскрес, аллилуйя. Он воистину воскрес, наш Господь. И мы должны славить Его. И не унывать, друзья, какие бы трудности, проблемы, печали, болезни не прижимали нас к земле. Мы будем радоваться, будьте радостны. Сколько псалмов есть, друзья, впрочу ныне и страх, дорогие мои, потому что мы знаем воскресшего, мы знаем грядущего. Тот, кто обещал, тот, кто сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое. И что? И я буду посреди вас. Его присутствие, друзья мои, будет с нами и в наших домах, и в наших сердцах. Дорогие мои, я переживаю Его благословение, когда в пасе, в молитве едешь за рулем, молишься и чувствуешь присутствие Господне. Как это хорошо. Друзья мои, никакое наслаждение этого мира, оно несравнимо. Когда приходит благодать Божья, дорогие мои цыгане, эти люди, которые проклятые, проклятые годами и, знаете, племенами, они приходят и обращаются к Господу. Воры, колдуны, шептуны, они обращаются к Богу и кровь агнца омывает. А сколько убийц, а сколько преступников, друзья мои, сегодня свидетельствуют, говорят о том, что они нашли жизнь во Христе Иисусе. Аллилуйя! Как сегодня молчать, как сегодня не славить такое имя, имя великого Бога, имя царя царей, имя Господа господствующих. Он есть это солнце правды церковь. Аллилуйя! Мы самые счастливые люди на земле, те, кто исповедуем, те, кто знаем это имя, и те, кто следуем, друзья мои, за этим прекрасным именем Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, хвала и поклонение, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что оживет, то живет для Бога. И так, так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живими же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя, друзья мои! Давайте скажем, Иисус! Слава Тебе! Потому что Ты пришел для меня, чтобы я имел жизнь и жизнь вечную. Друзья, какие драгоценные слова! Какие слова утешения в этой святой книге Евангелия! Друзья мои, если бы было возможно на весь мир, если бы вышел сегодня самый почетный, высокий человек и сказал, имя Иисуса Христа есть великое имя, но, увы, сегодня жалко, нету таковых, друзья мои. Мы видим, что грех и беззаконие набирают силу. Друзья мои, как обидно, как печально, как хочется плакать и рядать порою, думая о том, что сегодня делается. А ведь Бог создал этот мир. Он создал человеку все условия, прекрасные условия жизни. Дорогие мои, это солнце согревает. Это водичка, которую мы пьем, друзья мои. Этот хлеб, который мы кушаем, укрепляет наше тело, друзья мои. Есть за что благодарить Господа, правда, друзья. И есть за что, и день, и ночь благодарить Господа. Я даже хотел бы сказать, для вас, пожилые люди, вы здесь не трудились, есть пенсия, есть дешевые эти дома, есть эти медкупоны, есть футбанки. Дорогие мои, все есть. Как не благодарить Господа? Как сегодня не приходить в этот храм и не воздавать Ему славу? Друзья мои дорогие, пока дыхание в ноздрях наших, пока мы ходим, размышляем, думаем, друзья мои, благодарите Господа день и ночь. Я знаю многих людей, потеряли рассудок, они уже не понимают, они уже не знают, друзья мои, как жалко, как они не могут этого делать. А мы с вами знаем нашего Господа. Он дал нам все необходимое. Будем благодарить Господа. И так, и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И так, да не царствует грех в смертном вашем теле. Слышите, друзья мои, и послание к римлянам, нам этот брат апостол напоминает, говорит, что в наших смертных телах, да не царствует грех. Вы слышите? Мы должны противостать греху. Мы должны призывать имя Иисуса, когда наступает грех. Когда грех подходит к сердцу нашему, друзья мои. Когда у порога сердца нашего приходит грех, он потихоньку подходит, друзья мои. Этот грех, он прокрадывается. И не сразу человек падает в какие-то грехи, но постепенно. И тот, который бодрствует, и тот, который читает Слово Божие, а Слово Божие укрепляет твою бессмертную душу. Оно тебе дает правильный ориентир, следуя за Господом. Друзь, дорогой, смертное тело, мы не вечны на этой земле. И я и вы, я еще раз напоминаю, друзья мои, и послание к римлянам говорит, и тогда не царствует грех в смертном теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя, слышите, друзья мои, как чудесно, он дает эту прекрасную, нам путь указывает. Представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же станем ли? Грешить потому, что мы не под законом, а под благодатью? Никак, друзья мои. Неужели вы не знаете, что к кому вы отдаете себя в рабы для послушания того и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, кому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Аллилуйя, друзья мои! Это очень важно. Время бежит. И я хотел бы, друзья мои, еще, укрепляя церковь Иисуса Христа, прочитать некоторые места. Иисус живет не по плоти, но по духу. Итак, это восьмая глава послания к римлянам. Первый стих, последний полустисий. Первый стих говорит такие слова. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа и жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Слава нашему Господу, дорогие мои! Это слово нашего Господа. Это то слово, которое укрепляет. Это слово, которое дает спасение и жизнь вечную. Восьмая глава, десятый стих. «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, дорогая церковь, если слово стоит «если», мы должны проверить себя. Дорогие мои, все гряду скоро. Каждый раз, когда мы приходим. Дорогие мои, готовы ли мы встретить нашего Господа? Готов ли ты встретить Спасителя мира? С горящим светильником выйти к Нему? Брат мой, сестра, мы слышим это слово, мы читаем, и мы должны проверять себя. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Аллилуйя, церковь! Это слово живое. Итак, братья, мы не должны жить по плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умиршивляете дела плотские, то живы будете. Аллилуйя, дорогие мои. И последнее место, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдает их. Вы слышите, друзья мои? Мы с вами избраны Божьи. Кто будет обвинять нас? Если мы приняли Господа, если мы призвали Его имя, кто? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он ходатайствует за нас. Вы слышите, друзья мои? Он, говорит Слово Божье, ходатайствует за нас с вами. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, кто отлучит? Друзья мои, сколько братьев уже легло, христиан верующих. Вы знаете, в Риме звери терзали первых христиан. Наши братья-апостолы, они все были мученически замучены и умерли не своей смертью практически. Друзья мои, они ушли с этой жизни, но имя Господа они исповедовали. Они сохранили имя Учителя, имя Спасителя, дорогие мои. И вы знаете, ничто не смогло отлучить. И уже не так давно мы знаем многих христиан, которые были в тюрьмах, были гонимы. И мы знаем, что сегодня в Азии, в этом мусульманском мире, умирают много миссионеров, убивают пасторов, служителей, детей, жен их. Воруют, друзья мои, но они призывают имя Иисуса Христа. Они исповедуют это имя Иисуса Христа. Имя Иисуса. Иисуса, дорогие мои, это очень великое имя. Дорогие мои, кто отлучит нас от любви Божьей, за Тебя умиршевляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сии преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина и ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Склоняем колени и воздадим Ему славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя.